Доброе утречко! У меня сегодня целевая прогулка. Я хочу найти какую-то красивую помаду. Желательно недорогую. Желательно качественную. Не знаю, как все это совместить. У меня вот сейчас на губах та, которая мне нравится, но она закончилась. Она была куплена в белорусском магазинчике у нас такой небольшой, где продукция различная. Я туда сейчас и поеду в надежде, что там еще этот номер есть. Но если его нет, ну, буду где-то искать еще. Смотреть. Заодно просто гулять по задвению, по реге. Поэтому приглашаю вас с собой. Погода отличная. Настроение хорошее. Влог начинается. Какой сегодня аромат. Ну, вот вчера у нас парфюмерная неделька началась. И я попробую сегодня вот этот Lady Dream Кэмили. Он очень красивый. Он такой вот обволакивающий. Он такой... Я нанесла много пшиков на себя. Хочу посмотреть, какой будет эффект. Потому что я сейчас вот просто чувствую его вокруг. Мне кажется, на три метра. И посмотрим, заметит кто-то этот аромат, не заметит. Ну, и... Выдвигаемся, не будем долго затягивать. Такой красивый куст. Не знаю, что это такое. Но он так цветет, такими шапочками, круглыми. Чудесно выглядит весь цветок. Я уже приехала в Эмонту на улицу Клейсту. Просто как-то немножко с другой стороны меня автобус подвез. Иду в магазинчик. Скорее всего, там не удастся поснимать. Поэтому уже буду по факту купленного рассказывать. Я бы потемнело. Стало так мрачноватенько. Ну, ничего. Надеюсь, под дождь не попаду. Вот, доча, уже трудно подобрать помаду. Какую-то мы нашли в похожем. Оттенки, она посветлее. А мне хочется что-то такого вот вкоралловой. Красивой. Ну, ладно, пойду к другим магазинам. Может быть, где-нибудь что-то попадется. Магазинчик очень хороший этот белорусский. Там сейчас скидки на крема. Взяла еще один крем. Дома покажу. Что, интересно, за птичка так однообразно поет. Видела молодые веточки ели и вспомнила, недавно читала такой рецепт денежного чая. Сейчас вам расскажу. Надо несколько веточек ели молодых, несколько листиков березы и мелису. Заварить в чайничке и под него положить большую купюру. И деньги к вам повалят рекой. А что? А вполне может быть. Те, кто пробовал, сказали, работает. Так что ищем составляющие ингредиенты и варим волшебное зелье. Кстати, в описании не было сказано, нужно ли пить этот чай или только заварить. Думаю, что и выпить можно. Ничего там вредного в нем нет. Сейчас как раз время собирать мяту, мелису, ромашку, наверное. Хотя нет, ромашка же еще, наверное, не цветет. Но в общем, все, что можно, надо собирать. А вот липа скоро зацветет, пока она выглядит вот так вот. Волшебный дуб и кот на дубе том. Ну, цепь у него уже утащили, по которой он ходил. Воином 6-го рижского полка, защитником города в 1919 году. На горке Судропкаунц. Судропкауниндж. В общем, короче, на Серебряной горке. Я уже подошла к нашей основной тут артерии. Курзамес проспект. И на нем все основные большие торговые центры и магазины. Куда мы сейчас с вами и пойдем. Темные съемки, да, немножко получается. Но ничего не могу поделать. Потому что небо такое. Может быть, еще и справится. Погода. Может быть, будет дождь, как обещали. Вот такой это широкий проспект. И первый магазин, куда я зайду, это будет депо. Хочу в цветочный отдел посмотреть. Там один цветочек. Красивая композиция. Она стоит в оценке. Вот такая большая. Мне такая не нужна. Жалко я, если она никому не пригодится. Такая-то перомия цветущая. Здесь и плющик. Я хотела какой-то щучий хвост. Но желательно маленький. Вот что-то типа такого. Вот этот, который один лист. Интересно смотрится. Так. Будет 4,75 с карточкой депо. Карточка у меня вроде бы с собой есть. Всего два. Надо из них выбрать наилучший. Так. А что еще есть из суккулентов? Вот почему-то захотелось щучий хвост. Смотрите, какой. Есть как палочки, а есть такой вот, как веер. Какие-то новые стали появляться разновидности, которых раньше не было. Вот такие большие. У нас дома на квартире мужа вот такие гигантские. Они закрыли все окно. Но ему нравится. И тут целый стеллаж для любителей кактусов. И из них кое-что даже цветет. Это так прелестно. Но я кактусов очень боюсь избегая. Потому что с легкостью накалываюсь на колючки. И потом из-за своего плохого зрения не могу вытащить их. А с занозами ходить очень неприятно. Смотрите, какая красота. Красивая традисканция в подвесных. Кашпо. Но я просто не настраивалась так много цветов покупать. Мне еще нужно пройтись по другим магазинам. Эти колотея тоже хорошенькая. Зелающие филадендроны. Интересные такой окраски. С желтыми полосочками. Разными. А это искусственное растение. У нас опять солнышко немножко выглянуло. Теперь с двумя цветочками иду в киломакс. Секонд-хенд. Попробуем, посмотрим, что там. Попримеряем. О, львов разобрали. Их было больше. Кошка появилась. Тут красивые уличные цветы продают. Смотрите, какая бегония красивая. Чудесная. Жалко, некуда такое повесить. Ни балкона, ни лоджии, к сожалению. Иначе бы все было в цветах. Здесь напротив киломакса книжная полочка. Иногда тут бывают очень интересные книги. Они бесплатно. Можешь что-то принести, можешь что-то отсюда взять. Уважаемые читатели, если вы хотите отдать книги на книжную полку, звоните нашим волонтерам. То есть, наверное, самому не стоит приносить. Сюда моя любимая тема. Тунинки с роковом три четверти. Ну, или что-то в этом роде. Желательно бы одноцветная. Но это такая довольно пестрая. Но приятная. И под нее я хотела, вот посмотрела такой жакетик. Сейчас посмотрю. Мне кажется, по цвету здесь сочетается с какими-то... Куда я показываю? Бледно-зеленовато, оливково-голубоватый, в общем, непонятного цвета. Здесь это будет неясно. Прошлый раз вы меня критиковали, что я купила жакет, который не застегивается. Этот застегивается. Мне кажется, плечи какими-то довольно большими. Хотя вот сам по себе мне нравится. Я примерно даже знаю, на что бы я его могла бы надевать. Но не люблю вот эти широченные плечи. Они, мне кажется, какими-то мужскими. Там еще и подплечники вставлены. Поэтому висите ему дальше. Может быть, я взяла, но посмотрела стопроцентный полиэстер. Все-таки не хочется на лето такого. Ну, что поделаешь, значит, без покупок. Все, наверное, устала ходить. Еду домой, жду трава. Садите, какие заросшие травкой пути. Мне так нравятся, когда они такие. Как будто бы вообще трава будет катиться по траве, по газончику. Ну, то есть какие-то цветочки цветут, которые наверняка не скосят. Потому что вряд ли здесь кто-то с машинкой будет косить на трамвайных путях. Поэтому они вот здесь выживают как-то. Клевер там дальше. Ну, что ж, ждем. На улице по-прежнему хорошо, но вот тучи пугающие. Все-таки начался дождь. Это означает, что прогулки мои на сегодня закончены. Надо успеть добежать до дома и не слишком промокнуть. Ну, вот я и дома. Немножко о покупочках. Вот у меня на руке как бы пробы пера. Моя была вот эта первая по цвету. Я потом нашла в сумочке, которая, в принципе, под нее подходит. А вот, которую я купила, она посередине. Она красива, тоже хорошего оттенка, но она намного светлее получается. А раз она светлее, она увлажняющая, то и смотреться она будет по-другому. Ей будет не хватать яркости. Ну, вот хотелось чего-то такого в сторону коралла, но это не совсем коралл. Это как есть увядшая роза, так это увядший коралл, наверное. Ну, буду искать. Хочется что-то. Здесь кажется, это более розовым. На самом деле, она действительно такая с оранжевинкой, наверное, более коралловая. И вот такой вот. Была большая скидка. Ну, большая-небольшая, но была скидка. На вот эту серию мезо. Такая мезо-серия. И взяла 50+, там было и 60+, конкретно этот ночной для лица. Здесь гиалуроновая кислота, аминокислоты, масло авокадо и что-то там такое, написанное нерусскими буквами. Попробуем, посмотрим. Я всегда что-то пробую. Может быть, конечно, когда покупаешь что-то из серии лучше, чтобы было там несколько, например, тоник из этой же серии, дневной крем. Ну, хотя бы попробую, как он ляжет, какое будет ощущение с утра. И тогда, может быть, подъеду и куплю к этой серии что-то еще. Стоил, по-моему, где-то около 5 евро. И помада около 4. Вот это мои парфюмерно-косметические, то есть не парфюмерно, а просто косметические покупки. И покажу, самое главное, цветочки. У меня тут на столе такое творится, то, что я пересаживала. Вчера еще не успела убрать, поэтому здесь кажется, что это какой-то зеленый стол. На самом деле, это мой обеденный, и скоро я буду обедать. Так, выбрала все два растения, которые со всякими цветными вставками, если так можно сказать. Вот на этом будут желтые листики, будут зеленые листики с желтой полоской. Будут вообще, ну, интересно, кстати, смотрите. Будет вот так вот. В общем, у него будет такая пестрота, но очень фантазийная. То есть будет в разных вариантах. Это у нас филодендрон, сканденс, Бразиль. И, судя по всему, судя по корням, которые торчат снизу, его бы хорошо было уже и пересадить. Ну, надо, значит, горшок найти подходящий. Буду искать. Как я выбирала? Там было несколько. Я смотрела, чтобы были, во-первых, молодые побеги, молодые листочки завязывались. И по тургору листьев просто так пощупала листочки. Тут второй был с более вялыми листьями. Это всегда пугает, потому что они там довольно хорошо политы. И вполне может быть, что он залит. То есть нельзя вот эту, как бы, такую мягкость списать на то, что они там стоят в засухе. Они как раз могут, наоборот, быть перелиты и гнить. Этот был в очень хорошем таком тургоре. Нигде ничего не вялая, не обвисла, не упала. Поэтому я выбрала его и выбрала вот этот красавчик. Там, кстати, остались и такие, и такие в депо. Значит, они сейчас есть. Это у нас Сенсеверия Голден Хани. Хани или как-то так? Ну, наверное, как-то так. Ну, что здесь говорить? Вот здесь красота, красота. Ну, тоже, наверное, надо пересаживать, потому что они все в каких-то торфяных грунтах. Я смотрю, надо будет специально купить для кактусов землю. Схожу, наверное, сегодня или завтра, пускай пока они постоят. Это все-таки тоже для них стресс такой переезд. Их и доставляют наверняка в каких-то холодильных фургонах. Или там, ну, во всяком случае, конечно, растения столько раз переезжать на новое место сложно. Поэтому я стараюсь выбрать такие неприхотливые. Я думаю, что это неприхотливое растение. Мне очень нравится, что оно карликовое и тоже вот такое веселое, позитивное, солнечное. Ну, в общем, найдут местечко. Хотя, конечно, с каждым разом это все сложнее делать. Потому как растений много. Ну, что-то будет, как всегда, разбираться, раздариваться, распродаваться, меняться. Что-то там, что-то будет происходить. Поэтому никогда ничего не стоит на месте. Вот уже я тоже посадила, вчера я пересадила и посадила череночки. Так что теперь у меня есть тут кое-какие дубликаты растений. Если кому-то что-то интересно, звоните, пишите, приезжайте.